Автобус экипажа Игоря Бурнашова и Татьяны Насыровой видно издалека. Пассажиров, стоящих на остановке, приветствуют мягкие игрушки и фигурки-забиваки. Это увлечение началось с одного игрушечного кота, который понравился всем пассажирам. Теперь этот автобус регулярно повышает настроение всем, кто в него заходит. Главная задача экипажа – создать комфорт всем пассажирам. Как бы ни было тяжело в этой жизни, рано встаешь, эти пробки, делаешь с душой работу свою, и думаешь про них, что они идут на работу, стараешься им сделать свою теплоту, они заходят и говорят, большое спасибо. Они нам тоже очень сочувствуют, переживают вместе с нами. Игорь и Татьяну наградили за образцовое содержание автобусов в чистоте. Они в период месячника по благоустройству лучше всех подготовили свою машину к работе в летний период. Также на собрании работников транспортного предприятия наградили и тех, кто активнее других помогал приводить в порядок территорию автопарка, высаживать цветы и очищать газоны. К праздникам, к дню автомобилиста и так дальше, мы всегда поощряем водителей, кондукторов, тех, которые добросовестно выполняют свои обязанности, тех, на которых все остальные должны равняться. А после награждения перешли к информативной части. Приглашенные сотрудники ГИБДД и госавтодорнадзора провели инструктаж для водителей и кондукторов, разобрали самые частые ошибки в их работе и рассказали, как можно это исправить. Эти вопросы поднимаются и на комиссиях по безопасности движений городских округов и на межведомственной областной. Хотя бы стараемся раз в квартал однозначно, а так по необходимости. Также стараемся рассматривать уже поступившие жалобы обращения непосредственно от пассажиров в наш адрес присутствием представителей того или иного предприятия. Учитывая, что пассажиры перевозки у нас повышена ответственность, мы должны на эти моменты все внимание застрелить. Водитель автобусов у нас должен быть примером для других участников дорожного движения. Разобрали недочеты и на конкретных примерах, о которых пассажиры указывают в своих обращениях на горячую линию транспортного предприятия. На самом деле это для нас обратная связь, которая поступает от пассажиров, она важна. Вы можете обращаться на горячую линию перевозчика, в социальные сети ведем активно. Раз в месяц мы собираем вот эти вот все обращения, анализируем и проводим разбор по каждому обращению. Подобные инструктажи проводят несколько раз в год, а если произошла ситуация, которая требует оперативной реакции, то водителя или кондуктора сразу вызывают на разговор. В крайнем случае могут применить и штрафные санкции. Сергей Кизоркин, Андрей Горгуленко, Петр Пламеев. События.